Итак, народ, всех приветствую на канале Занимательное Музло. Сегодня на обзоре полноформатники шведской мелодик Black Metal группы Nugglefar. Но перед тем, как начать видео, я бы хотел обратить ваше внимание на переиздание дебютного полноформатника Amputator от московской Brutal Dead Metal группы Mortem. Я думаю, этот коллектив не нуждается в представлении. Сам имел удовольствие лицезреть их шоу вживую в 2007 году. Тогда парни заводили толпу перед выходом метров жанра. Группы Cannibal Corpse. Все, что надо знать про Mortem, это то, что коллектив шикарный. И сомнений по поводу того, что слушать или не слушать их музыку не должно быть никаких. Слушать в обязательном порядке. А за переиздание релиза надо благодарить, конечно же, лейбл Calis Records. Я уже сбился со счета, сколько годноты было не только переиздано этим лейблом, но и вышло на дисках для приобретения в странах бывшего и нынешнего СНГ. Все ссылки, как на альбом Amputator от группы Mortem, так и на другие релизы от лейбла Calis Records, как всегда найдете в описании. Переходите и заценивайте. А теперь давайте более подробно поговорим о студийных моноформатниках Наглфар. Ну что, ставьте лайк этому ролику и погнали! Группа Наглфар была образована в 1992 году. В основании стояли бас-гитарист, впоследствии основной вокалист, Кристофер Оливиус, известный как Врат, вокалист Йенс Риддин и гитаристы Андреас Нильсон и Морган Хансен. Я в курсе, что участники группы Наглфар принимали активное участие в других известных коллективах, как студийных, так и на лайвах. Имеют свои довольно успешные проекты, и о некоторых из них есть даже видео на этом канале. Но в этом ролике я про них упоминать не буду. Продолжаем. Музыканты рассказывают, мы начинали играть примерно в то же время, когда появилась вторая волна блокметалла. Мы были молоды, 15-16 лет. Групп было не так уж и много, но мы все были вовлечены в эту сцену и знали друг друга. Встречались на концертах. Мы не хотели играть хэви метал или хард-рок, мы хотели заниматься своим делом. Изо всех сил старались сделать то, что понравилось бы нам самим. Мы никогда не думали, что нас будут слушать. Таким группам нечасто удавалось добиться успеха и заключить контракт. Мы просто надеялись на то, что сможем выступать. Люди вокруг часто говорили о второй волне блокметалла в Норвегии. И мы знали некоторых из этих ребят. Тогда все были детьми. Кое-что происходило в Норвегии, кое-что в Швеции. Большинство парней просто пытались сосредоточиться на своем творчестве. На тех идеях, которые у них были. И они действительно пытались улучшить и усовершенствовать эту музыку. Мы никогда не считали себя группой, играющей только блокметал или дедметал. Поскольку на нас влияют оба жанра. В 1994 году группа Nuggle Fars записала дебютное демо Stylaya Trejection. Джакшу, а в 1995 сделала промо-запись. Дебютный полноформатник Витро вышел в 1995 году. И он прекрасен. Это отличный мелодик Блэк с примесью дета и явным ощущением шведской школы. Мне в нем нравится абсолютно все. Проработанный мелодизм, общий характер звука, звук каждого инструмента, вокалы. Некоторые музыкальные ходы могут показаться слишком уж предсказуемыми или простыми. Но это только добавляет легкость восприятия от прослушивания. Здесь абсолютно все в тему. В том числе и синты, придающие эпичность происходящему. По субъективным ощущениям это звучит как смесь из задора фолка, эпичности Пауэра, грубости и мрачности Блэка. И все это приправлено шведским МДМом. Очень крутой и легкий альбом. Залетает за раз на одном дыхании. Второй полноформатник Diabolical 98-го года в своей крутости ничем не уступает дебютнику. Он сохранил мелодичность, однако зазвучал более мрачно. Иногда музыканты довольно уверенно заигрывают с трушностью, но эпизодически. И теперь еще все это стало очень сильно напоминать творчество Йона Натвейда, что ни в коем случае не является минусом. Вот слушаешь альбом и думаешь, как же это просто, круто и одновременно гениально. Все максимально органично и правильно, от рифа к рифу, от трека к треку. Однако нет здесь какой-то свощавости, которая возникает от чрезмерной правильности. Даже спокойная инструменталка Edipatch and Solitude, построенная на клавишах, на контрасте только подчеркивает мощь этого релиза. Слушал альбом с огромным удовольствием. Моей единственной проблемой, связанной с этим релизом, стало не залипнуть на песнях при выборе демонстрационных кусочков. В 2003 году вышел альбом Шоул. Этот альбом принято ругать и называть его чуть ли не скатившимся до попсовости кредлов и боргеров. Ну что ж, есть в его постановке действительно какая-то театральщина. Хотя в плане саунда и большинства партий он крайне неплох. И я сначала не мог выкупить, что же с ним не так, но потом я понял в чем дело. В нем не хватает классического шведского мелодизма. Так сказать, той самой надтвейдовщины. Она как бы есть, но ее крайне мало. Либо она не является настолько явной, как раньше. Можно даже сказать, что мелодичностью пожертвовали в угоду скорости и плотности. Я не говорю, что альбом безвкусный. Скорее он показался мне подогнанным под стандарты. Это ни в коем случае неплохо. Музыканты демонстрируют крепкий уровень, как написание материала, так и его исполнение. Но эмоций после прослушивания релиза не так много, как от первых двух полноформатников. Да, кстати, это последний альбом группы, на котором вокалит Йенс Риден. Альбом Pryo 2005 года. Сами музыканты говорят, что он выполнен в типичном стиле наглоу фар, однако подмечают, что он более брутальный и злобный. И если обратить внимание на барабанные партии, то их плотность очень сильно возросла, что делает релиз действительно более брутальным. Но скорее по-детстерски брутальным. Такой звук барабанов конкретно здесь мне не очень нравится. Он какой-то слишком яркий. И это мешает погрузиться в мрачную атмосферу, которую пытается создать группа своей музыкой. Сама атмосфера напомнила мне альбом Diabolical, так как музыканты чаще обращаются к блэкерским диссонансам. И в этом плане да, можно говорить про какую-то злобность. Я не говорю, что весь альбом строится на этом или что этого здесь очень много. Просто как правильно выразились сами музыканты, материал довольно типичный для наглоу фар. И именно элементы, которые отличают его от предыдущих работ, обращают на себя внимание. Альбом записан очень чисто. Все инструменты и особенно, как я уже сказал, барабаны звучат очень ярко. И из-за этого Парайон не кажется мне по-настоящему злым блэком. В 2007 году вышел пятый полноформатник Harvest. Музыканты говорят, что работа над альбомом потребовала большой сосредоточенности. Мы хотели сделать Парайон как можно более экстремальным, но на альбоме Harvest для нас было важно немного поэкспериментировать с изменением темпа и добавить больше медленных участков, чем раньше. Еще одно отличие заключается в том, что мы работали над этим альбомом круглосуточно и без выходных в течение шести месяцев, что для нас является рекордом с точки зрения написания и записи песен. До того, как мы начали сочинять материал, мы заранее обсудили, какого результата хотим добиться. Это одна из причин, по которой мы считаем, что Harvest наш лучший аранжированный альбом на сегодняшний день. У нас было представление о том, что мы хотим сделать, и мы справились с этим. Лично мне же кажется, что группа все больше и больше уходит в мейнстрим и лишь изредка напоминает о своих мелодических корнях. И что-то похожее на раннее творчество на альбоме Harvest можно найти, наверное, только в одноименной закрывашке. Шестой альбом «Террас» вышел в 2012 году. И по большому счету он продолжает развивать все те идеи, которые были заложены на предыдущем релизе. Хотя развивать это, наверное, сильно сказано. Он скорее продолжает ехать по тем же рельсам. Теперь группа представляет из себя трио. Кристофер Оливиус – вокал, Андреас Нильсон – гитара, Маркус Норманд – бас, вторая гитара – клавиши. Музыканты говорят, что они пришли к такому формату, потому что у них стало больше бытовых обязанностей. Ну и, конечно же, расставление приоритетов тоже здесь сыграло свою роль. Барабаны для альбома Сессиона записал Дирк из Soilwork. Вот что про альбом рассказывает Маркус Норманд. У нас такое чувство, что мы, так сказать, открыли новые горизонты с этим альбомом. The Monolith – отличный пример более мрачного, более порочного настроения, тогда как Pale Horse показывает более бескомпромиссную сторону группы. Нам удалось сделать еще один шаг вперед к традиционному звучанию Nuggle Far, написав альбом полной агрессии и тревожной атмосферы. Он также имеет кристально чистое звучание, которое утащит вас глубоко во тьму. Я же могу сказать, что материал на альбоме в основном медленный. Да и в динамичных треках создается впечатление, что акценты сделаны на неторопливой участке. В общем, мне альбом слушать было скучно, но это, конечно же, мнение субъективное. И последний на данный момент студийный полноформатник «Сереклот» вышел в 2020 году. Сразу бы хотелось сказать и название. «Сереклот» – это то, что использовалось для обертывания мертвых тел перед захоронением. Что касается альбома, то, как подмечают сами музыканты, во время написания материала они не искали новых путей, а совершенствовали то, что делали раньше. Их основной целью было написать такую музыку, которую им самим нравилось бы слушать. И что на релизе 2020 года музыканты постарались сделать несколько отсылок к своему раннему творчеству. Интересно, где? Альбом, безусловно, хорош с любой стороны. Вот только нет в нем какой-то изюминки, которая бы заставляла возвращаться к его переслушиванию. Я сейчас говорю исключительно о своих впечатлениях от релиза. Но думаю, что многие согласятся, что раннее творчество звучало более искренне. А так «Сереклот» ни лучше, ни хуже двух своих предшественников. Честно говоря, ожидал возвращения к корням, но ребята решили иначе. В любом случае, считаю, что музыкантам надо дать возможность творить так, как они хотят. Если они решают нужным и правильным записывать такой релиз, без проблем. Будет под что засыпать. Подводя итог, хочу сказать, что я в восторге от двух первых релизов. Ну а остальное творчество на Гоуфар, безусловно, уже давным-давно нашло своего слушателя. Вкусы у всех разные, и это прекрасно. На этом, пожалуй, все. Увидимся на стриме в пятницу. Не забудьте чекнуть по ссылке в описании альбома Amputator от группы Mortem и другие релизы от лейбла Кэллис Рекордс. И спасибо всем, кто смотрит мои видео, ставит лайки, пишет комментарии и, конечно же, подписывается на канал. А с вами был Депрайс. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok